26 января 2024 года сегодня день австралии самый большой государственный праздник австралии australia day и мы направляемся в район фрэнкстон в арт-центр центр искусств района фрэнкстон в мельбурне сейчас будет происходить церемония вручения австралийского гражданства вашему покорному слоге то есть то бишь мне этого момента ждал 17 долгих лет вот буквально 17 лет и несколько дней потому что в австралию я прибыл 7 января 2000 какого седьмого года вот таким вот образом звезды сошлись удивительным образом так что все срослось все получилось все это сделал сам без посторонней помощи вот и без особых затрат как бы процесс подачи на гражданство мне стоил что-то 543 доллара всего это по сравнению с теми случаями когда людям приходится платить по много-много тысяч иначе ним прошло и пришлось платить 8000 долларов без малого если бы правительство новозеландии австралии во время не договорились о том чтобы помогать новозеландском живущим в австралии для того чтобы облегчить ему ты тут задачу переход гражданство как бы принятие гражданства да то есть благодаря вот этому договору между правительствами двумя этих наших государств процедура была упрощена данным до нельзя и та стадия на которой люди получают под подают на перманем президент стоять на вид на жительство эта стадия была просто изъята из этого процесса все произошел такой шорткат байпас как это называть короче говоря срезали срезали дорогу срезали путь и общем то без получения вида на жительство граждане новозеландии оказались способны теперь подавать прямо непосредственно на гражданство австралии и вот это конечно очень памятные знаменательные события и очень почетно получить гражданство австралии именно в этот день день австралии когда празднуется очередная годовщина прибытия первого флота в гавань сильная вот они бэй 1788 году вот это конечно самый изумительный потрясающий день для получения гражданство за весь год в общем все остальные дни это не так важно вот это имеет большое значение так что вот сейчас мы направляемся в арт-центр фрэнкстона где будет проект проходить это церемония нам было сказано явиться за час до этого при себе нужно иметь приглашение на эту церемонию какой-нибудь идентификационный документ с фотографией роль которого вполне выполняют водительские права так что вот попытаемся там поснимать что-нибудь и выложить показать что то как это будет вообще вы как это выглядит в австралии вся эта процедура пока пока тоже снимаешь заходим в центр во фрэнкстон приглашение на церемонию и мои водительские права это нужно обязательно здесь предоставить о как замечательно смотрю человек играет на фоно что-то расчет в сельсии в сельсии Продолжение следует... 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 И на удивление атеистов оказалось гораздо меньше. Интересный момент, что когда этот человек повторял, значит, произносил слова этой клятвы, он из пяти строчек не произнес совсем третью, которая звучит по-английски как «Whose democratic beliefs I share», то есть «Чьи демократические убеждения я разделяю». Потрясающе, там возникла такая пауза, люди, конечно же, наизусть знали всю эту клятву, эти пять строчек, и бабах, третья строчка вдруг выпала. То есть возникла такая заминка, люди что-то там промямлили непонятно. Эти слова выскочили просто из клятвы, потрясающий момент был. И я, само собой, тоже их не прочитал, то есть я запнулся просто и прочитал первую, вторую, четвертую и пятую строчки. То есть вот таким вот образом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Потом, когда все это дело было произнесено, спели гимн Австралии. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, после этого начали рядами по 10 человек вызывать. Специальная распорядительница ходила, женщина, которая рядами вызывала всех получать по 10 человек. Такими блоками получать сертификаты гражданства. Я получил свой сертификат предпоследний. После меня была одна только девочка откуда-то, я не знаю, Камбоджа какая-нибудь, Вьетнам, что-то типа того. Я был предпоследний перед ней. Я взял с собой священное писание, Бхагавадгиту и книгу на сцену и сфотографировался вместе с ней и с сертификатом о получении гражданства. Пожал руки там людям, конечно же. Владка меня там поснимала, но я до сих пор еще ничего не видел, я не знаю, что там получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Прочитали еще одну клятву. После всего этой процедуры эта третья клятва, она уже произносилась как от имени уже граждан Австралии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С подписью, насколько я понимаю, не факсимилия. Я посмотрел вот так вот, попереливал на свет. В общем, там, видимо, оригинальная подпись министра иммиграции. Хотя бог его знает, может, так уже факсимилия наловчили сделать. Вот, но красиво все. В имени, фамилии не ошиблись. В дате рождения тоже не ошиблись. Замечательно. Вот, и дали маленький пакетик. Но я еще поднимался с маленьким австралийским флажком. Все были с флажками, там махали, кричали ози, 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 ой, ой, ой. Но это как положено, такой гимн австралийцев. Вот, и в маленьком пакетике дали еще что? Маленький цветочек, живой, в маленькой плошечке, в таком маленькой вазочке с землей. Настоящий живой цветок, какой-то native plant, какое-то растение, живущее только здесь в Австралии. То есть предполагается, что ты будешь расти теперь как гражданин из страны вместе с этим цветочком, который тебе подарили. Очень символично и трогательно, я бы сказал. Сувенирный пакет, в котором, значит, я вот не знаю, он у меня с собой. А где с собой? Наверное, в машине выложил. В общем, там сувенирный пакет, потом покажу. В пакетике, значит, сувенирная, как бы сувенирная монета достоинством 1 австралийский доллар. Она была чеканена специально для получения гражданства, именно для этого случая. То есть такая сувенирная монета на память. Ее можно потратить, на нее можно купить что-то, но можно сохранить. Вот это было тоже интересно. Потом там был бланк выборов, который нужно заполнить для того, чтобы проголосовать за представителей местной власти. Это теперь необходимость, потому как я теперь гражданин Австралии. Вот. То есть вот такие вот милые подарочки. Вот. И после всего этого дела мы еще поднялись на сцену один раз, сфотографировались там на фоне герба и флага австралийского. И потом еще, когда вышли нас на улицу, нас фотографировал какой-то, значит, специально назначенный фотограф. Я потом подошел спросить, где фотографии нам эти можно приобрести. И нам сказали, что каждому вышлют на e-mail. Нормально. Очень удобный сервис. Вот. То есть там официальный свой был фотограф. Ну, помимо того, что мы с вами айфонами там что-то и камерами фотографировали. Ну, и там стояли наши местные политики. Соня Килкенни там стояла. Женщина такая приятная. Вот. Она, значит, у нас какой-то местный депутат какого-то нашего там горсовета или райсовета или что-то в таком плане. Ну, это местные такие локал, значит, представители власти. Мы попросились разрешения с ними сфотографироваться. Но я сфотографировался с ними тоже. Пожелали друг другу всего самого хорошего. Вот. Женщина какая-то, которая на сцене со мной еще фотографировалась. Одна из представителей администрации тоже потом подошла ко мне и сказала. Поздравляю вас еще раз. Я вижу, что вы... Как вы прониклись, значит, этим моментом. Я говорю, да, ну, слушайте, 17 лет я ждал момента стать гражданином этой страны. Так что на сегодняшний момент я являюсь гражданином Новой Зеландии и Австралии. Двух самых потрясающих, самых великолепных, самых богатых и самых красивых стран Южного полушария на самом деле. Но это благодаря Господу Богу, который меня провел через все эти нелегкие годы и привел меня к сегодняшнему дню только благодаря Ему. Поэтому я очень, как бы, рад, что я взял Бага Вадгиту с собой на сцену, сфотографировался вместе с ней. То есть не для показухи, а для самого себя. Мне было это очень важно сделать. Вот. Потому как я, как бы, Бога вместе с собой принес на эту сцену, когда получал этот сертификат. Вот. Так что вот такой небольшой отчет о сегодняшнем дне. Сегодня, повторяю, Австралия Day. Самый большой праздник, национальный праздник Австралии. День Австралии, 26 января 2024 года, 21 век. День, когда я получил гражданство этой потрясающей, удивительной, невероятной страны. Кстати. Ой, ой, ой. Кстати, мы сейчас находимся в этом районе Фрэнкстон. Два дня назад были новости о том, что здесь, в этом заливе, появилась большая белая акула. Ее видели. Кто-то говорит 4 метра длиной, кто-то говорит 2 метра длиной. Но достаточно, это довольно, достаточно для того, чтобы скушать кого-то из плавающих людей. Это, правда, там дальше, в Соренто. Далеко в ту сторону ее видели. Но сейчас никто не знает, где она. Я слышал, что пляжи позакрывали, и людям запрещено купаться. Но вот, смотрите, купаются. Вот такое дело. Всем пока. Друзья, мы остаемся на канале. Я Дмитрий Волжский, и это телеканал «Премеграшки». Ози, ози, ози. Ой, ой, ой. I'm Australian Sirison. Принимаю поздравления. Пишите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!